Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Соответственно, как и всегда, снова возвращаемся на финансовые рынки и пробуем анализировать и держать самих себя в курсе основных событий, которые на них происходят. Ну что, инаугурация Трампа – это дело уже минувшее. Мы знаем то, что 45-й президент США Дональд Трамп вступил официально в должность президента Соединенных Штатов Америки и официально занял овальный кабинет. Значит, теперь мы, в принципе, ждем первых решений, первых законодательных актов, которые были им обещаны еще во время предвыборной кампании. Решения, которые должны обеспечить, соответственно, американскую валюту тем самым импульсом роста, который нам необходим. Опять же, как трейдерам, которые смотрят, следят за валютой и верят в то, что этот рост будет продолжен, ну, то есть возобновлен. О долларе мы поговорим. Давайте начнем сначала с рынка нефти. В целом, ситуация на рынке черного золота пока складывается так, как нам хотелось. Пусть это не сильное снижение, но все равно актив не торопится сейчас возвращаться к тем высоким уровням, на которых он был некоторое время назад. Клоус вчерашнего дня 55.33, сейчас актив торгуется на уровне 55.48. В целом, вчерашняя торговая сессия была довольно интересной. Здесь стоит сделать акцент на то, что сначала трейдеры даже предпочли покупать этот инструмент, реагируя на те комментарии, которые были сделаны министром нефти Саудовской Аравии в минувшие выходные. В частности, комментарий следующего порядка, то, что регионы ОПЕК, а также страны, которые присоединились к условию сделки, к договоренности, к соглашению, соблюдают индивидуальные квоты, действительно ограничивают производство. И сейчас общее сокращение составляет уже примерно полтора миллиона баррелей в сутки по производству. Мы помним то, что та цифра, которая легла в основу соглашения, это 1,8. И полтора миллиона, то есть 80% всего соглашения. Да, регионы соответствуют тем условиям, тем квотам, которые были возложены на них. Мы с этим не спорим. Но уже давно пришли к выводу, что маловато для восстановления баланса и 1,8. И в целом то, что если хочется решить эту проблему с перенасыщением, нужно, конечно же, что-то сделать с теми регионами, которые сейчас воспользуются этим соглашением, видят, как освобождается доля и, напротив, выкидывают на рынок больше нефти. Особый акцент мы традиционно делаем на Штаты, потому что последние цифры указывают на то, что объемы добычи сланцевого производства растут, будут находиться в восходящем тренде и, возможно, вырастут на 300 тысяч баррелей в сутки уже в первом полугодии 2017 года. То есть я проводил параллели в этой математике, говорил то, что здесь все очевидно в плане того, что поставки со стороны США, точнее факт добычи, они уже компенсируют этот положительный эффект от сокращения добычи. Поэтому, невзирая на то, что сказал Саудовская Аравия, то, что сейчас есть по сокращению в рамках ОПЕК, мы понимаем то, что рынок все-таки продолжает пока что жить идеи опасений, связанных с тем, что проблему перенасыщения решить так и не удастся. Я считаю то, что мы смело можем делать на Штаты, как на главную поддержку нашей коррекционной идеи, и уверен то, что если уж Штаты при ценах в 46-47 долларов за баррель умудрялись прибавлять по сланцевым месторождениям, то сейчас уж точно. И косвенно, в принципе, это обозначено было еще и представителями крупнейших нефтедобывающих компаний США, даже не косвенно, а напрямую, которые выступали на форуме в Давосе. В общем, про отчет Бекер-Хьюз вы все прекрасно помните. Там серьезный, конечно же, прирост, там свидетельство того, что количество нефтяных станций, терминалов будет только увеличиваться. Я, с вашего позволения, еще хочу обратить ваше внимание на статистику по Китаю. Мы говорили о том, что в прошлую пятницу вышел целый блок макроэкономических данных, и я сделал особый акцент на показателе ВВП. Повторяться не буду, просто скажу то, что худшее значение за последние 26 лет. И вот вчера у нас была возможность последить еще за состоянием торгового баланса, точнее дефицита бюджета. Так вот, 2,83 триллиона юаней – это текущий дефицит бюджета. То есть, используем простую математику. Одну секундочку, 2,83. Получается, что общий дефицит состоит примерно 420 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Я думаю, что он является следствием тех бюджетных стимулов, которые проводились Народным банком Китая, чтобы помочь экономике. Но вот, к сожалению, помочь пока и так и не удается. То есть, жесткая посадка продолжается, и цифры по экономическому восстановлению это только доказывают. 3% ВВП сейчас дефицит. И я полагаю то, что мы в рамках Китая можем готовиться к самому настоящему дефолтному шторму. Почему? Потому что на этот год на китайские предприятия и компании приходятся самые большие выплаты, самые большие погашения по задолженностям и по облигациям. Поэтому, полагаю, мы, если уж в прошлом году увидели серьезные трудности с исполнением своих долговых обязательств, я думаю, что в этом будет просто что-то сногсшибательное в плане негатива для Китая. Мы только вступили в 2018 год, готовимся к этому и не верим, что Китай будет фактором поддержки для рынка нефти, якобы из-за возможного восстановления или даже повышения спроса на сырье. Все против нефти. Долгосрочные факторы работают. Это еще у нас краткосрочная картина запаса, вот уже в переходе с сегодняшнего дня на завтрашний статистика Американского института нефти, следом официальные данные. На прошлой неделе официальная статистика указала на рост запасов, и мы отыграли это через снижение нефти. Я не сомневаюсь в том, что мы продолжаем наблюдать накопление сил и энергии для дальнейшего снижения, поэтому, как и раньше, предлагаю вам ориентироваться на цель 53 доллара за баррель. Рубль против американца 59.41. Я думаю, что мы сможем оказаться в 60 после того, как все-таки нефть приблизится к планке 53. Давайте тогда этого ждать. Налоговый период уже практически завершен, то есть рубль вот со дня на день лишится единственной фундаментальной поддержки, которая на рынке была. Это повышенный спрос на рублевую ликвидность, поскольку экспортеры исполняли свои налоговые обязательства. Дальше идем по евро-доллару. Сейчас котировки 1.0752. Не очень высоко мы забрались с котировок прошлого дня, но все равно сейчас евро торгуется на многонедельных хаях. И мы определились с вами, что основная причина – это слабость доллара. И больше, пожалуй, объяснять интерес к евро не стоит ничем, потому что основная системная картина не изменилась. Я вчера обратил внимание на комментарии Бундесбанка, который давал обычно несколько отличную оценку экономических перспективов и, опять же, по-разному объяснял определенные тренды, которые складываются на европейском рынке. Я имею в виду, его позиция разнилась с позицией Европейского центрального банка. Но вот в данном случае по инфляции Бундесбанк абсолютно уверен, что текущий рост индекса потребительских цен – это исключительно заслуга восстановления цен на энергоресурсы. И это, конечно же, основание не такое уж и мощное, как, может, у кого-то сложилось представление. Это зыблемое основание и, соответственно, если цены на нефть у нас пойдут вниз, то спустя квартал мы снова сможем увидеть, каким образом такая тенденция повлияет на общие показатели инфляции. Нас интересует еще базовая инфляция. Это ссылка, опять же, на комментарии Драги. Видим проблемы в этом, как и он. Собственно, поэтому продолжаем действовать в рамках тех стимулов, которые сейчас характерны Европейского центрального банка и которые, в принципе, не должны сейчас далеко отпустить европейскую валюту. Я хочу, чтобы вы все прекрасно понимали, если, соответственно, доллар сейчас найдет основание в любой фразе и комментарии Трампа поддержку, мы снова увидим возвращение к нашим с вами прежним движениям, динамикам, которые направлены на ослабление рисковых активов. Фунт против доллара. Котировки сейчас у нас 1,2511. Я допускал возможность того, что фунт против доллара продолжит восстанавливаться, возможно, даже в районе 1,27. Все благодаря Терезе Мэй. И пока рынок, может быть, и понимает то, что действительно, когда будет инициирована 50-я статья, много воды утечет к этому времени. И уже только после того, как будет возможность вернуться детально к дорожной карте выхода Англии в составе Европейского союза, пока можно насладиться и возможностью роста. Я локально не вижу каких-либо сейчас аргументов в пользу того, чтобы продавать фунт. Но это краткосрочные взгляды. Обычно они для меня не характерны. Я придерживаюсь среднедолгосрочных ориентиров, но в отношении фунта понимаю то, что картина долгосрочная, она сигнализирует о том, что фунт вернется в район 1,20. Потому что каким бы ни был Brexit, это все равно негатив для Англии, это негатив в целом для Европейского союза. И это низкая вероятность того, что Англия сохранит доступ к европейскому рынку. Потому что, как ни крути, несмотря на все желания, несмотря на все комментарии от Терезы Мэй, Европейский союз не так дружески настроен к таким инициативам, как создание зоны свободной торговли. Поэтому, если вы находитесь в коротких сделках очень давно, я уверен, что вам не нужно пересматривать ваши взгляды. Если вы подумываете сейчас, чтобы выжать из этой пары все по максимуму, но не торгуете сейчас, это покупка с большой вероятностью возвращения в район 1,27-1,28. А тут уже можно снова ставить на коррекцию. Сегодня из важных событий стоит отметить решение суда Великобритании. Мы его ждем уже больше месяца. Это решение, которое пока в экономических календарях строго по времени не отмечено. Оно будет, возможно, даже внезапным для рынка. Но может, конечно же, стать причиной серьезной волатильности. Но я не думаю, что от этого решения стоит ожидать какого-то форс-мажора. В частности, о чем это решение? О том, что есть ли у Терезы Мэй полномочия на то, чтобы единолично запустить 50-ю статью и начать процедуру выхода Англии из состава С. Либо на это должно понадобиться одобрение парламента. Почему я считаю то, что волатильность, она может быть и будет, но не шоковой для фунта? Это связано с тем, что Тереза Мэй в ходе своей последней конференции уже ясно нам дала понять, что не против того, чтобы процедуру Брэкзита согласовали в обеих палатах парламента. То есть она не хочет сейчас тянуть все одеяло на себя, потому что не хочет, наверное, впоследствии нести единоличную ответственность за все. Ждем решения суда. Фунт, возможно, сегодня будет одним из самых интересных инструментов. Я надеюсь, что это решение не станет причиной негатива, позволит нам, опять же, прокатиться наверх, еще выше текущих значений, хотя бы до отметки 1.26, в лучшем случае до 1.27. Оттуда уже в ходе следующего брифинга я попробую вам найти возможности для продаж. Если буду для этого условия, в общем, оценку фундамента такого глобального беру на себя. Доллар японская иена. Здесь можем сказать то, что Трамп действительно приступил официально к выполнению своих должностных обязанностей. Президент Соединенных Штатов Америки. Все, это официально. Значит, мы по праву можем сейчас надеяться на то, что Трамп начнет лоббировать какие-то идеи и начнет реализовывать свои, выполнять свои предвыборные обещания. К сожалению, сам факт его инаугурации не стал фактором поддержки для доллара и для национального фондового рынка. Почему? Потому что Трамп разочаровал рынок своим очередным отсутствием комментариев по поводу обещанных и стимулов, и увеличения бюджетных расходов, и реформирования системы налогообложения корпораций, предприятий, холдингов, и смягчения законодательного контроля ряда секторов. Ничего об этом сказано не было. Снова выжидательная пауза. Я не хочу даже допускать тот факт, что все то, что говорил Трамп ранее, все то, что он обещал, является лишь частью его уже минувшей пиар-компании, и ничего такого делать он на самом деле не будет, потому что это на самом деле ерунда. Я уверен, что Трамп будет реформировать экономику, будет поддерживать экономический рост, и вот эти стимулы, которые проявятся в ближайшее время, это то, что обеспечит доллар ростом. Потому что администрация Трампа, она будет исходить из высокопарных побуждений поддержки экономики, да и в отношении ФРС мы ждем три повышения процентной ставки, которые по скорости, с одной стороны, были подстегнуты ожиданиями стимулов, но вот даже по версии Джанет Йеллендер и без Трампа есть уже все условия на внутреннем рынке, по факту последней статистики, чтобы политику ужесточать. Доллар сейчас не пользуется спросом и популярностью, потому что великие риски неопределенности, никто не знает, в каком ключе сейчас начнет действовать Трамп, тем более, что вот еще в ходе инаугурации многие трейдеры обратили внимание на его комментарии об исключительности американских интересов, интересов американских потребителей, домохозяйства, сравнили их даже с националистическими, протекционистскими высказываниями. Но я думаю, что пока выводы такие делать очень рано. Уверен в том, что Трамп не пойдет так агрессивно по пути протекционизма. Уверен в том, что Трамп в большей степени даже не такой агрессивный политик, как могло сложиться впечатление в первый раз. И его решения в поддержке бизнеса, они будут сейчас в первоочередном порядке, нежели какие-то радикальные суждения о протекционизме. То есть я все равно продолжаю делать ставку на поддержку для американского фондового рынка и верю в то, что S&P с текущих уровней 2260 пунктов легко доберется до планки 2300 и в очередной раз перепишет новый исторический максимум. Из важных отчетов сегодняшнего дня еще в 17.45 у нас ПМА в производственном секторе США и в 18.00 статистика по недвижимости. За последние, по-моему, 5 месяцев эти отчеты ни разу у нас не разочаровали. Согласитесь, вероятность того, что это произойдет сегодня, крайне низка. Поэтому от статистики, если она сможет все-таки поддержать интерес к доллару, я хоть и жду многое, но понимаю то, что вряд ли сейчас рынок обратит внимание на тривиальные макроэкономические данные. Тогда, когда ждут каких-либо решений от Трампа. А эти решения – это самый настоящий пороховой заряд для всего спектра финансовых активов. По другим валютным парам пока что мне сказать нечего, потому что и статистики нет важной, и, в принципе, они являются ведомыми активами для того, что происходит за долларом. Это австралиец, новозеландец. Евро с виси у нас по-прежнему находится чуть выше 0,7, но чуть не считается, нам нужно гораздо выше. Хорошо, что не оказалось ниже планки 1,07. Золото – такой же актив по движению следствия, как, в принципе, и все другие. Единственная причина повышенного спроса на золото – это слабость американца, но еще вот эта неопределенность того, что же, какое решение Трамп примет первым. Из отчетов сегодня, в первые половины дня, у нас индексы активности в сфере услуга и производства по Германии еврозоны. Ну, посмотрим за это статистика, завтра подведем итоги. Опять же, не жду какой-либо серьезной волатильности по факту их выхода. И два отчета по США, PMI в производстве и рынок недвижимости еще в рамках внутри дня решения суда Великобритании. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, форум о Маркетс и, разумеется, канал на YouTube. Пишите вопросы прямо под свежим, актуальным видеовыпуском. Большое спасибо всем за внимание. Хорошей результативной торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.